Охотники за бюджетной едой, трепещите! Смотрите, чайный пакетик, 35 рублей. Давайте же скорее попробуем, это на вкус! Очень рекомендую для тех, кто экономит свой бюджет. Мое любимое сочетание. Мастер-класс от мамки Зожницы. Просто бомба, пушка, ракета, петарда. Море креветок, ну не то чтобы прям море, такого я, честно говоря, не видала на своей памяти. В таких заведениях будьте самыми невыгодными посетителями. Всем привет, добро пожаловать на канал! Сегодня ваша любимая рубрика, где поесть в Питере на три сотки. И сегодня мы правда будем укладываться именно в эту сумму. Хотя это сделать все сложнее и сложнее. И вы мне иногда пишите, какие-то вы слишком очевидные места выбираете. Мы и так про это знаем. Сегодня будут совсем даже не очевидные места, которые надо будет еще поискать. Мы приехали на Сенную площадь, чтобы протестировать одно заведение, которое стало очень популярным в Питере, где можно очень дешево поесть. Чуть-чуть пройтись до торгового центра Синная. Кстати, это исторические помещения. Идем внутрь и поднимаемся на второй этаж. На втором этаже фудкорт. Охотники за бюджетной едой трепещите. И здесь всегда очередь, просто всегда, даже в 10 утра. Точка называется Усы-Лисы. Прекрасное название. Чувствую себя достаточно странно в очереди со сплошными студентами. По-моему, ребята просто хакнули. Это реальность. Смотрите, чайный пакетик. 35 рублей. Борщ 69. Обеды все до 200 рублей. 159, 119, 138. Просто что? Просто все набирают эти пиццы тоннами. Любую пиццу можно взять целиком. Это будет огромная пицца, 40 сантиметров, 42. Смотрите, какие тут есть названия. Мне очень интересно попробовать фермерскую. Обычно это что-то с пюрешечкой, что-то необычное. Ну и, наверное, возьмем мясной пир. Посмотрим, что есть в наличии. Просто зацените за два обеда. И моментально все готово. Вот они мои родимые кусочки пиццы. Они очень большие. Прям очень большие. И вот это все мне обошлось в 282 рубля. Здесь можно наесться втроем. Я взяла здесь продегустировать борщ и пиццу. И с собой не могла оставить своих без этой радости. С собой взяла еще фермерскую и мясной пир. А это тоже фермерская. Давайте же скорее попробуем. Это наркоз. Момент истины настал. Положите маринованные огурчики куда угодно. И успех вам обеспечен. А здесь просто крутоцкое сочетание. Здесь колбаски. Картошечка. Укропчик. Маринованные огурчики. Ну там сыр. Томатный соус. Это понятно. И кстати тесто очень тонкое и очень вкусное. Вот уж насколько я редко хожу на фудкорты. Не мой формат. Но ради такого теперь походу буду. Пробуем борщ. Конечно минус фудкортов. То что приходится есть с пластиковой посудой пластиковыми ложками. Но все ради вас. Пробуем. Вы знаете борщ очень приличный. Есть и мяско. И много гуще. По вкусу прям домашний. Я только начала, а уже наелась. Я понимаю почему сюда стоят очереди. А во всех остальных заведениях никого. Усы-лесы находятся немножко в отдалении от центра. На Синой и на Лиговском. Если вы гуляете по Невскому. Вы между делом не найдете такое место. То есть все-таки нужно его искать. Но все-таки это и не окраина города. Поэтому при желании можно доехать. На Лиговском проспекте торговый центр Лигов. На Синой. Торговый центр Синай. По отношению цена-качество просто бомба-пушка-ракета-петарда. А если вы берете отдельно кусок пиццы. Он стоит 69 рублей. Но также здесь есть и такая домашняя еда. Мясо с каким-то гарниром, соусом. И это тоже стоит достаточно дешево. 159 рублей. Ну и супы в районе 70 рублей. Спонсором этого видео является платформа онлайн-тренировок FitStars. Как говорится, хорошо поел, хорошо потренируйся. Сейчас в самый разгар осени все сложнее себя выпихнуть на пробежку или куда-то на тренировку в зал. Например, тренировки в зале для меня вообще в последние годы не актуальны. С ребенком у меня совершенно нет времени для полноценных тренировок. И мне важно выделить хотя бы 5 минут, 5, 7, 10, 15. У меня всегда есть разное количество времени. И в этом плане платформа идеально мне подходит. Здесь есть тренировки от 7 до 30 минут. Я думаю, каждый может себе найти хотя бы 7 минут в день, чтобы привести себя в порядок, чтобы почувствовать бодрость. Я больше всего люблю заниматься с утра, еще когда моя дочка не проснулась. Я просто надеваю свою любимую спортивную форму, которая меня так мотивирует тренироваться. Захожу на платформу FitStars, выбираю тренировку, которая мне сейчас по душе. И просто занимаюсь столько времени, сколько я могу. Иногда я начинаю с одной тренировки, могу сделать сразу две. Но здесь главное начать. На FitStars множество разнообразных тренировок по самым разным программам. Похудение, растяжка, зарядки. Это мой любимый раздел. Здоровая спина, йога, танцы, пилатес и многое другое. Все программы подходят и для новичков. Также на платформе есть раздел питания с рецептами и расчетом калорий, где вы можете найти большое количество полезных и вкусных блюд. И также доступны обучающие курсы на тему здоровья, тела и ухода за собой под любой запрос. Здоровая стопа, тазовое дно, курс по дыханию, танцы и даже фейс-фитнес. На платформе даже есть тренировки для детей в игровой форме от 3 лет, но нам еще пока рановато, но я думаю, что скоро мы воспользуемся этой возможностью. У меня уже давно оформлена подписка на FitStars, и я вам тоже рекомендую это сделать. Переходите по ссылочке в описании, вводите промокод, который вы видите сейчас на экране, и он вам дает скидку аж 70% от любого тарифа. Также на платформу вернулся тариф «Доступ навсегда», и к нему также применим промокод, и скидка 70% дает вам безлимитный доступ к платформе «Навсегда». Так что, кто этой осенью решил заняться собой, go по ссылочке в описании, и давайте тренироваться вместе со мной. С фудкортами на сегодня мы закончим. Сегодня мы еще сходим с вами в один прямо ресторан-ресторан, где все цены фиксированы и очень-очень низкие. Так что досмотрите видео до конца. Но также еще будет одно место, которое не вошло в это видео, потому что иначе бы оно было слишком длинным. Я о нем рассказала в своем телеграм-канале, так что обязательно подпишитесь на него, ссылочка будет в инфобоксе. Там шеф-повар просто пересобрал еду заново, как конструктор. Например, вы когда-нибудь ели борщ в пирожке, а вот я ела. Подробности в телеграме, а мы с вами идем дальше, в ресторан, где все по 250 рублей. Кафе на Техноложке, в котором все блюда по 250 рублей. Больше 60 позиций, которые укладываются в наш бюджет. Она находится на Державенском переулке, дом 5. Вот такая красивая арка вас встречает. Пойдемте посмотрим, что здесь есть. Мы приехали прямо к открытию, к 11 часам, и тут прям очередь из тех, кто желает зайти. Если вы не забронировали, вы стоите и ждете, будут ли свободные места. Чтобы вы понимали, мы смогли забронировать только на 11 часов. Это всего лишь часовой интервальчик с 11 до 12. Все последующие интервальчики делятся на 2 часа, с 2 до 2, с 2 до 4. И они все были забронированы на весь день. Так, к открытию ситуация вот такая. Смотрите меню, можете посмотреть их заранее. Здесь в основном блюда по 250 рублей, но есть еще и спешалы, которые чуть-чуть дороже. Но мы смотрим в нашем бюджете. Здесь есть даже креветки. Можно либо креветки, семечки, но мы здесь нашли большие креветки. Гигантские креветки лангустины. Всего 3 штуки, но зато за 250 рублей. Также мы захотели пиццу. Нам, конечно же, нравится груша с горгонзолой. Я всегда везде ее пробую. Можно заказать горячее. Смотрите, бифстроганов, домашние котлеты, свиные ребра. Вот свиные ребра. Мы как раз и попробуем. Также еще есть салаты. Да, есть еще супы. И мы хотим попробовать том-ям. Так как я тоже везде люблю пробовать том-ям. Также здесь есть различные напитки. Очень много пива. Просто куча всякого пива, сидра. Но если вы оставите отзыв и выложите в сторис отметку, то вас угостят пивом бесплатно. Сейчас попробуем, как это работает. Отзыв нужно оставить на Яндекс-картах. И мы, конечно же, погнали на Яндекс оставлять отзывы. Сказали, что пиццы, к сожалению, нет. А может быть, то, что мы пришли к 11, может быть, у них еще не разогрета печь. И поэтому нам с утра пиццу не одобрили. Ну, ладно. И мы заказали. Нам советовали салат с лососем и соусом из базилика. На самом деле, тоже классный вариант. В таких заведениях будьте самыми невыгодными посетителями. Заказывайте мясо, заказывайте морепродукты. Не заказывайте гарниры, потому что гарнир может стоить 250 рублей. И ребрышки барбекю могут стоить 250 рублей. Интерьер такой урбан-урбан. Вообще никакой отделки, чисто кирпич. Что, в принципе, стильно, модно, молодежно. Мебель новая, красивая. Мягкие креслицы, диванчики. И, кстати, забронировать можно столов гораздо меньше, чем их по факту. Так что, скорее всего, вас куда-нибудь посадят. Но, может быть, не в основной зал. Там есть еще один зал. Лангустин сейчас нет наличия. Он, наверное, тигровый. Они уже почищены. Нам принесли пивасик. Причем даже отзыв не проверили. Евочка, это пиво, тебе нельзя. И лангустинов сказали тоже нет. Если вы хотите на определенную дату, на определенное время заказать столик, то это делать нужно чуть ли не за неделю или даже две. Так что, будьте внимательны. И сделать это можно только на сайте заведения. О, прям такая нормальная порция. Пацаны очень даже. Вот даже креветочки. Даже несколько креветочек. Это грибочки. Бульон классный. Ой, острый, но холодный. Там ям крутой. Единственное, что холодновато. И вопрос к рису. Вот рис абсолютно резиновый. Очень твердый. Видно, что его разогревали в микроволновке. Его даже невозможно разломать. Но сам суп клевый. Салат с лососем. Выглядит очень красиво. Лосось какой-то такой слабосоленый. Сейчас покажем вам, что тут еще есть. Обещался базиликовый соус. Ну, в целом, в основном, тут помидоры, огурцы, салат. Пахнет, кстати, очень вкусно базиликом. Тут реально базиликовый соус. Прямо, если вы любите базилик, вам понравится. Как-то вот масло, что ли, базиликовое. Пробуем лосось. Лосось прикольный. Даже как будто почти сырой. Не воняет. Я очень не люблю, когда лосось воняет. Ну, и я очень люблю, когда блюдо с лососем стоит всего 250 рублей. И такого, я, честно говоря, не видала на своей памяти. Как сделать так, чтобы ребенок ел листья? Просто сделать вкусное маслице, вкусный соус. И ребенок будет есть сырые овощи и зелень. Мастер-класс от мамки-зожницы. Так, время без 15.12. Абсолютно все столы заняты. Просто абсолютно все. Если вы хотите наесться, конечно, не берите салатик с лососем. Берите пиццу. И, конечно, берите горячие, берите мясные блюда. И где вы их за 250 рублей не найдете. А вот наши свиные ребра. Выглядят офигенно. Я думала, судя по цене, будет один такой кусочек. Но пронесли два. Здесь прям пахнет соусом барбекю. Сейчас посмотрим, как это на вкус. О, мясо такое мягкое. Прямо отрывается от косточки. Очень приличное мясо. Простите за эти огрызки. Мы закончили. Я сделала первый кус, а потом все как в тумане. И Усик нас очень поддержала. За 250 рублей огромное количество мяса. Я думала, будет в половину порции. И надо сказать, что пока все блюда очень с хорошей порцией. И последний лот. Море креветок. Ну, не то чтобы прям море, но прилично. Соусом, лимончиком. Пахнет чесночком. Пахнет очень вкусно. Надо попробовать. Отрываем голову. Конечно, это совсем семечки, как и анонсировалось. Приветчики хорошие. Мы все-таки дождались разогрева печки и заказали пиццу с грушей Грагонзолой с собой. Но сейчас тоже попробуем. Мое любимое сочетание. Нормально. Столик мы занимали на час, но, естественно, нас никто не выгоняет, потому что они сами долго готовили ребрышки и креветки. Ваша любимая рубрика. Ну, мы заказали очень много блюд. Даже больше, чем я планировала. Ну, получилось 1300 за просто все, что только можно было пожелать. И можно наесть с одной пиццей или одним из спагетти. Соотношение цена-качество просто супер. Очень рекомендую для тех, кто экономит свой бюджет. Кстати, бывает, что в таких заведениях, где что-то по фикс-прайсу, платный вход. Но здесь вход абсолютно бесплатный. Но, кстати, в таких заведениях также невыгодно заказывать напитки, потому что цена на напитки как раз немножко завышена. И заведение как бы отрывается на напитках. Здесь еще при выходе такая большая зона ожидания. И, на самом деле, у них еще летняя веранда в летнее время. Но сейчас нам об этом времени только мечтать. Вот здесь еще можно поместить очень много людей. Обязательно вернемся сюда летом. Минус этих мест. Они расположены не всегда в каких-то таких удобных местах. И нужно сюда ехать. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Если вам хочется больше северной столицы не только в контексте еды, обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал. Он будет по ссылочке в описании. И всех москвичей я приглашаю на свой сольный концерт 15 октября. Давайте увидимся, познакомимся, обнимемся. Я буду очень рада вас видеть. Подходите, говорите, что вы с Ютуба. Ну и до встречи в новых видео. И до встречи на концерте. Пока-пока.